На этой неделе Беларусь отметила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На Гомельщине участие в праздничных мероприятиях приняли сотни тысяч человек. Митинги и концерты прошли как в больших городах, так и в самых отдаленных населенных пунктах. Память о великом подвиге белорусского народа объединяет поколения и помогает противостоять вызовам. Как отметили День Победы Мира на двойной жителей региона в материале наших корреспондентов. 25 тысяч. Именно столько человек приняло участие в праздничном шествии в Гомеле. У многих в руках портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Связь поколений – залог стабильности белорусского общества. В моих руках портрет моего прадеда Мурашка Станислава Ивановича. Он прошел армию и дошел до Берлина. Поэтому 9 мая – это не только праздник Победы, но и память о тех, кто завоевал эту Победу. Это еще и напоминание о том, как страшно, когда рушатся дома, села, города, а дети становятся сиротами. Я обращаюсь ко всем взрослым. Любой ценой сохраните наш мир. Знаменитая Катюша и солдаты в форме времен Великой Отечественной 9 мая их также можно было увидеть на улицах Гомеля. Кстати, первые стихийные митинги по случаю Победы над гитлеровской Германией в районе Гомельщины прошли 2 мая 1945 года, когда Красная Армия завершила разгром берлинской группировки. На параде Победы в Гомеле в 2015 году впервые была продемонстрирована техника времен Великой Отечественной войны. С каждым годом количество ветеранов Великой Отечественной войны уменьшается. Сегодня в Гомельской области их 203 человека. Николай Каспирович праздновал День Победы в Берлине. На гимнастерке боевые награды, орден славы, медали за отвагу и за взятие Берлина. Меня 28 апреля контузило и без сознания был в госпитале, очнулся, узнал, что День Победы. Вот так. А Берлин взяли 2 мая. Тут немножко до Дня Победы в войсках не дожил. Так что День Победы – это самый радостный праздник для нашего советского народа. Для вас, для всех, для ваших детей, внуков и всех. И желаю всем, чтобы этой войны никогда не было. Нельзя повторять то. А на фронт я попал в 17 лет. Вот так. Всю войну. А ступать мне не приходилось, только наступал. Начиная от Кавказа и до Берлина. Мемориал «Вечный огонь» в Гомеле был открыт в 1950 году. Накануне Дня Победы здесь провели реконструкцию. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны сюда пришли гомельчане, руководители районов и городов, представители предприятий и общественных организаций. Отдать дань уважения погибшим на фронтах и напомнить, какой была цена победы. После кровопролитных боев в Гомелецкой земле нашли покой 200 тысяч воинов-освободителей. Поистине святыми стали для нас победные места на пути к полному изгнанию нацистов с нашей Родины. Это битва за Днепр, в которой участвовало более 2,5 миллионов красноармейцев. Для каждого седьмого из них битва стала последней. Верно говорят, не было бы героизма, если бы не было героев. Имя каждого из них должно навеки сохраниться в наших сердцах и нашей памяти. Скажу более, мы обязаны восстановить имена всех павших за нашу свободу и независимость. Всех. Чтобы на нашей территории не осталось нижних солдат. Отец Павла Губского ветеран Великой Отечественной. Он прошел всю войну до Германии и вернулся домой живым. Поэтому для сына героя и его семьи День Победы – повод для особой радости и гордости. Мы благодарны ему за это и всем, кто участвовал в битве с фашистами. Я очень рад, что мы каждый год встречаем этот праздник и считаем его самым-самым лучшим. Благодаря нашему президенту у нас все делается для блага народа. И мы очень довольны этим, что живем в такой стране. В памятных мероприятиях приняли участие как представители старшего поколения, так и совсем юные патриоты. Если молодежь знает об ужасах войны, можно с уверенностью сказать – на белорусской земле сохранится мир. Мне нравится праздник, то, что постоянно носят флаги Беларуси. Все должны помнить, что у нас есть наши военные, которые защищали нашу родину. И если бы не они, мы бы не жили на нашей родине. Для большинства белорусов 9 мая – главный праздник. Все готовятся к нему заранее. Одни готовят праздничную одежду, другие – транспорт. Василий Журавлев каждый год украшает свою машину ко Дню Победы. Государственные символы и фрагменты боев на транспорте были подготовлены задолго до праздника. Дедушка его жены – бывший танкист. На капоте орден Победы изображен. Почему перед и зад в красках изображено все? Это то, что перед – значит радость победа, сзади красочное все идет. Это означает благодарность деду за победу. И уже с двух сторон машины по бокам – это уже идет фрагмент, скажем так, что происходило с годов 1941 по 1945. То есть хроника, историческая хроника. В агрогородке Поколюбич вместе с участниками Великой Отечественной войны 9 мая вспоминали и классика белорусской литературы Ивана Серкова. В историко-краеведческом музее память бережно хранится под пристальным наблюдением сотрудников учреждения. То немногое, что оставил после себя знаменитый автор и к чему можно прикоснуться душой. Он был скромнейшей душей человек и подарил столько минут юмора, радости, правды, истории всем нам и взрослому поколению, а детям. И с уверенностью можно сказать об этом тысяча статей, написанных его коллегами, что так, как писал Иван Киреевич, о детстве войны, о детстве в военном времени, наверное, никто не напишет. Сатирик, поэт и прозаик Иван Серков – достойный земляк и представитель Поколюбичей. Писал о войне, но с юмором и теплотой. Каждый год прихожу отдать память, дань, помянуть, вспомнить деда своего, тех, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее и настоящее. Вспоминаю дедушку, он тоже у меня воевал, много орденов, медалей. Наши дети живы тоже благодаря им, тем великим воинам, которые положили и отдали свои жизни, благо мира на земле. Самая кровопролитная война в истории Беларуси забрала всех без разбора – фронтовиков, женщин, взрослых и детей. Но легенды о героизме и мужестве предков живут в народе. Проходят десятилетия, меняются поколения, но Великий май 45-го не меркнет в памяти людей. Николай Зайцев, Олег Сентюров, Наталья Игнатенко, Олеся Заяц. Новости недели.